Здарова, братишки, Оскар здесь. И рад представить тебе пилотный выпуск рубрики Разработчики ответят на всё. А если быть точнее, ответят на ваши вопросы, которые, конечно же, вы будете задавать в комментариях. И самые интересные вопросы, самые необычные вопросы, самые, скажем так, щекотливые вопросы, я лично буду отбирать и передавать разработчикам. Ну а автор вопроса, конечно же, получит награду 1000 игрового золота. Как по мне, выгодное предложение. Ну и чтобы рубрика имела право жить, категорически рекомендую не скупиться на лайки. Чем больше лайков под видео, тем чаще будет выходить данная рубрика. И отвечать на вопросы сегодня будет комьюнити-менеджер мира танков Алексей. Первый вопрос. Не планируют ли разработчики ввести что-то похожее на торговую площадку, чтобы игроки могли торговать между собой? Например, премтехникой, стилями, резервами. Это интересное предложение на самом деле, но в настоящий момент мы подобного не планируем. Нет. Очень жаль, конечно. Как по мне, идея офигенная, и в стиме она уже давно есть. И скажем так, игроки, которые когда-то купили премтанк, вдоволь на нем наигрались, и этот прем стоит пылиться в ангаре, уверен, были бы очень рады, если была бы такая возможность кому-нибудь его продать. Естественно, за голду с вычетом небольшого процента. Но, увы, нет. Хотя, опять же, идея просто офигенная. Переходим к следующему вопросу. Планируется ли продолжение реализации экипажа 2.0? Если да, то есть ли примерные сроки дальнейших появлений на общем тесте? В песочнице или в основной игре? Ну, здесь следует отметить, что работа над совершенствованием экипажа, в принципе, не прекращалась. Из последнего, как все знают, доступность, например, шестого чувства, как базового для всех командиров. Что касается ранее, например, демонстрируемого принципа реализации экипажа 2.0, о котором, собственно говоря, есть, в котором и есть суть вопроса. Здесь важно отметить, что он вызвал не совсем однозначные реакции игроков. Но, подчеркну, работа здесь не прекращалась, и в том или ином виде он будет тестироваться нами, с участием игровой аудитории, но по срокам пока к ТТС. Приятно знать, что экипаж не забросили в долгий ящик, и в ближайшем будущем нас ждут доработки и новые перки. Отлично. Следующий вопрос. Будут ли изменения плюс-минус 25% хотя бы на точность? К примеру, сделать точность плюс-минус 15%. Повторяю, вопросы задавали зрители, я их только озвучиваю. Это на самом деле очень интересное пожелание, но мне бы хотелось напомнить, что при распределении снарядов в рамках круга сведения принцип плюс-минус 25 вовсе не используется. То есть его там нет. Распределение снарядов рассчитывается из формулы Гаусс. Что касается стандартной механики плюс-минус 25, например, к урону или бронепробиваемости снарядов, то напомню, недавно проводился экспериментальный режим аркада, где такие изменения были реализованы. Добавлю, что сам принцип плюс-минус 25 не говорит о постоянном выпадении каких-то крайних значений. То есть у нас никогда не выпадает постоянно минус, крайнее какое-то значение, либо плюс какое-то крайнее. Всегда выпадает усредненное значение. Если обратить на это внимание, просто обратить внимание в бою, то диапазон всегда будет близкий к среднему. То есть это будет где-то по центру с небольшими отклонениями. То есть, например, да, вот здесь спрашивается, можем ли мы сделать плюс-минус 15. Даже если мы сделаем плюс-минус 10, такой серьезной разницы в значениях видно не будет. Все равно будет выпадать что-то среднее. Как бы это не настолько... Оно не оказывает настолько прям ключевого влияния. Но если вот вспомнить, мы игру все-таки создаем с эмоциями, да, если ты стреляешь, у тебя выпадает там высокая альфа, да, то есть ты получаешь какие-то эмоции. Если тебе выпадает плохая альфа, ты получаешь опять же какие-то эмоции, да, то есть более низкое. Лишать игроков таких эмоций, да, то есть это... С нашей стороны бы, наверное, не хотелось. Ну, с эмоциональными качелями все ясно, нам от них никуда не деться. Но хотелось хотя бы, чтобы плюс-минус 25% не так сильно влияли на бронепробитие, чтобы шотные танки перестали танковать баллистические ракеты. Я уверен, многие со мной согласятся, что у шотного танка становится самая крепкая броня. Хотелось бы, чтобы бронепробитие было не до такой степени рандомным, а чуть более прозрачным и предсказуемым. Ну, опять же, да, то есть в данном случае имитируется, ну, изначальная геймдизайнерская идея, что плюс-минус 25% это имитация условного пробития брони, да, то есть у нас нет гарантированного пробития брони даже в реальности. То есть снаряд может пробить, может не пробить. Если сделать, например, уменьшенные какие-то значения, то, например, на том же индикаторе бронепробиваемости на прицеле всегда будет, например, красное или зеленое, а не будет желтого цвета, да, который как бы дает элемент случайности. То есть это не будет так однозначно и не так интересно скорее. Хотел бы еще дополнить по поводу распределения снарядов. Опять же, по распределению снарядов, да, что изначально закладывалось в вопрос. По распределению снарядов здесь нужно дать пояснение о том, что распределение может происходить в любую точку круга сведения. Но, опять же, еще с обновления 0.9.6 было введено такое небольшое уточнение для этой формулы, и формула работает с большей вероятностью распределения в центральную область круга сведения. Вот и все. Может быть это будет доработано. Тут я ничего оставлять не могу. Очень бы хотелось, чтобы это было доработано, потому что уж слишком много вопросов. Когда косые танки через всю карту могут попадать в пиксель, а точные танки, например, Леопард 1, с 300 метров мазать каждым выстрелом. Следующий вопрос. Будут ли что-то разработчики делать с коллекционной техникой? Потому что в данный момент она выглядит как атовизм. Оставлена просто потому, что выводить ее было бы просто расточительно. Как бы время ресурсы потрачены, и чтобы это все зря не пропадало. Ну, коллекционная техника — это все-таки набор интересных машин, который когда-то был реализован в игре. И мы, конечно же, оставляем его в проекте, но не только для того, чтобы расточительно не выкинуть работу. Собственно говоря, для сохранения иногда очень даже уникального геймплея, а также как существенную ценность для игроков-коллекционеров. Ну, их в проекте достаточно много. Что-либо делать с ее реализацией в настоящий момент мы не планируем. То есть, АМХ-30Б, Т-62А в ближайшее время апать и актуализировать не собираетесь? Ну, пока не планируется, да. Очень жаль, конечно. Я уверен, многие бы обрадовались, если б Т-62А довели до ума. У некоторых это была ведь первая десятка. Ну и следующий вопрос, очень интересный. Будет ли возможность протестировать премиумный танк до его покупки? Например, тест орудия в тире, обстрел брони, подвижность и так далее. Ну, пожелание понятно. Здесь бы, я опять же отметил, что мы придержимся уже устоявшегося принципа доступности той или иной премиум техники в рамках общего теста. Все могут их попробовать, поиграть. Отдельный режим пробного выезда пока на текущий момент мы делать не будем. Но дело в том, что на общем тесте можно проверить технику, которая доступна во внутриигровом магазине за голду. Но актуальная премиум техника, например, Шкода Т-56, Бураск, Ренегат, во внутриигровом магазине отсутствует и протестировать ее невозможно. Здесь важный момент, опять же, добавлю. Сейчас мы стараемся максимально разнообразить количество техники, доступной для покупки за игровое золото. Соответственно, многие машины, например, в ближайшем будущем, будут доступны для покупки просто в клиенте. Соответственно, будут доступны и на общем тесте. А вот это вот на самом деле хорошие новости. То есть премтанки, которые раньше продавались только за реальные деньги, и то по определенным лунным суткам, в скором будущем могут быть доступны во внутриигровом магазине за игровое золото. Игроки, у которых скопилось много голды на аккаунте, будут довольны. Следующий вопрос. Будет ли введена механика многобашенных танков? Ну, здесь я по секрету скажу, что работа над многобашенностью начиналась очень давно, еще в ранних версиях игры. То есть, ну, какие-то наработки есть. Появление же такой механики, ну, совершенно не исключается в будущем. Однако сейчас это не приоритет. Так что и здесь КТТС. Ну, я уже заметил, если КТТС, то примерно через лет пять. Следующий вопрос. Достаточно острый. Сейчас стоит проблема со средними танками. А именно с их обзором. Так как многие средние танки имеют дальность обнаружения, как у многих легких танков, это особенно влияет на качество игры на кустовых картах. Будет ли это как-то взято в расчет разработчиками? Ну, опять же, следует напомнить, что ситуация реализации той или иной техники, как всем известно, и классов в целом, нами постоянно контролируется. С этой необходимости дорабатывается. Что касается конкретики в данном аспекте, то, учитывая повышенный коэффициент маскировки у ЛТ, если еще и правильно подготовленный к бою, соответствующим экипажем, доминирование СТ в плане обзора не такое уж оно и глобальное. Но, еще раз повторю, ситуация находится на контроле, и какие-то доработки возможны. Здесь от себя добавлю, как любителя СТ, что не настолько они доминируют, как может показаться. Да, может быть, какие-то машины в этом отношении могут выделяться, но в общем и целом сам класс, ну, нельзя сказать, что он является таким доминирующим. Ну, как сказать, у многих СТ 10 уровня достаточно большой базовый обзор. Прибавим сюда хорошо прокачанный экипаж с нужными перками, трофейная или боновая просветленная оптика, доп. паёк, и у среднего танка обзор 480 метров, который ничем не уступает обзору легких танков. Здесь очень важный момент, который хотел бы напомнить, о том, что у нас нет такого обзора в игре, и у нас ограничения есть на обзор, да, соответственно, на котором можно кого-то обнаружить. 480 метров у вас не может быть обзора. Полностью согласен. Максимальный обзор 445 метров. Всё, что выше, идёт демаскировка. Но дело в том, что у средних танков выживаемость гораздо выше, чем у лёгких танков. И средние танки могут тебе позволить играть более агрессивно. При этом, благодаря хорошему обзору, ещё и пересвечивать всю вражескую команду. И в таких случаях имеющийся лёгкий танк в команде становится гораздо менее эффективным. Хотя основная задача лёгкого танка – именно разведданные. Как и любая машина, все могут светить агрессивно, да. Когда-то был мемас, свечу по центру малиновки на маусе. Чем не агрессивное свечение? Из-за этого нужно полностью задебафить маус. Ну, такое. Ну, что тут скажешь. Порой едущий по полю малиновки маус насвечивает похлеще всяческих ЛТ. Так что из Т-воды можете вздохнуть с облегчением. В ближайшее время резать обзор средним танкам никто не будет. ЛТ-воды, крепитесь. Следующий вопрос. Планируют ли разработчики что-то делать со старой премтехникой? В текущем рандоме актуальны только свежие премы, а на старых премах из-за своей отрицательной эффективности фарм серебра равноселин каторги. Ну, здесь просто хочется сразу спросить, а почему только свежие премы и вообще откуда такая информация? Информация взята с рандома. К примеру, Т-54 первый образец, Пантера 8-8, американский Т-34 по своей эффективности и комфорту игры гораздо уступают тому же Бураску, Проджета 46, ну и Шкода Т-56. На последних играть гораздо проще и эффективней. Опять же, да, то есть опять же касательно планов, связанных с премиум техникой. Главный план и главная задача у нас сейчас сделать максимально большое количество премиум машин доступными для покупки за игровое золото. Пока это основное. Что касается доработок машин, да, может быть, какой-то актуализации каких-то старых машин, да, то, опять же, здесь, как и с любой иной техникой, ситуация контролируется, контролируется и какие-то апы, да, там, чего-то, или перебалансировка, скорее, не исключены. А примерные сроки, когда ожидать новую волну апов? Сроки, сроки не скажу, сроки, сроки пока тайна. Если будет, то обязательно об этом скажем. Гениально, следующий вопрос. Будут ли еще на Ру-сегменте теперь уже под предводительством Лесты, аукционы и какие-нибудь эксклюзивные акции, которые не будут доступны для Евросегмента? Тут отмечу, что могли игроки заметить, что нами проводится множество активностей, да, иногда достаточно необычных, да, которые раньше не проводились. Мы, в принципе, сейчас работаем над совершенствованием каких-то праздничных активностей, задач и так далее, и так далее, и так далее, поэтому аукционы, возможно, в другом виде абсолютно не исключены, и, как говорится, следите за новостями. Следующий вопрос. Будут ли ночные карты и погодные условия? Ну, вопрос про ночные бои перед проектом стоит, наверное, еще с 12-го года. Сколько я его помню, когда будут ночные бои, ну, может и будут, пока, опять же, не приоритет. Но, как вы знаете, у нас совсем недавно закончился тыквенный переполох, да, то есть, в котором, по сути, были ночные бои. Ну, соответственно, мы изучим актуальность этого всего. Что касается, например, погодных условий и динамичной смены погоды, то тут интересен опыт мира кораблей. Нельзя исключать, что что-то похожее может быть взято и реализовано в будущем. И примерные сроки, как всегда, вы не скажете? Нет, конечно же, нет. Поразительно. Тогда следующий вопрос. Когда скрытые параметры стабилизации и проходимость будут добавлены в клиент игры? Это хороший вопрос. Интересный кейс. И пока над этим мы не думали. Объясню, почему. Есть серьезные опасения, что динамические характеристики, доступные в ангаре, и так уже сильно перегружены информацией. И насколько такие изменения будут нужны большинству игроков, под большим сомнением. Потенциальной перегруженности информации. Ну, то есть, несложно заметить, что, развернув все вкладочки у себя в ангаре, нужно и так уже скролить, да, то есть, добавлять еще несколько каких-то там параметров, опять же, увеличивать, и без того достаточно большой список. Но, дело в том, что стабилизация является одним из самых главных параметров точности. То же самое и проходимость. И этих двух самых главных параметров до сих пор нет в клиенте игры. У орудия может быть быстрое сведение, небольшой разброс. Но, если стабилизация посредственная, комфортным орудием уже назвать нельзя. То же самое касается проходимости. В ТТХ может быть указана высокая максимальная скорость, хорошая удельная мощность. Но, если сопротивление по грутам посредственное, все эти параметры становятся уже не столь правдивыми. И получается, игрок, изучая определенную технику, не полностью осведомлены. Нельзя исключать. Обратите внимание, что точность у нас все-таки указана. Указана на 100 метров, но указана. Определенный разброс, если вы используете то или иное оборудование, опять же, в динамических характеристиках, показывает, что у вас уменьшается, есть какой-то ап и прочее, прочее, прочее. Да, возможно, возможно, но для такого добавления нужны отдельные исследования, коих пока не проводилось. Но это всего лишь два пункта из характеристик. И попрошу заметить самых важных два пункта. Если интерфейс перегружен, может быть, стоило убрать что-нибудь менее значительное? Что скажете? Ничего сказать по этому поводу не могу. Ну а вы, зрители, как считаете, нужен ли параметр стабилизации и проходимость по грунтам в информации характеристики техники? Напишите об этом в комментариях. Может быть, разработчики задумаются. И следующий вопрос. Когда танки перестанут скользить на текстурах камней? Когда появятся адекватные коллижн-модели текстур и уничтоженные техники? Тогда тут такой встречный вопрос. А что в вашем понимании, ну вот, в вашем понимании как там игроков скользить? Да, он задающий вопрос. Собственно, где в игре геймплейно дана возможность заехать или съехать с горки или объекта, там это можно сделать. Иные области могут рассматриваться как не совсем, да, то есть, доступные для данных действий, то есть, не геймплейные для съездов, да, или заездов. Что касается физического взаимодействия со столами уничтоженных машин, то да, доработки возможны, потому что сейчас поведение, оно хорошо проработано, но не идеально. Ну вот, к примеру, на картах неважно, открытых или городских, огромное количество кочек, выступающих камней, скал, мусора и насыпей. И если одна гусеница находится на грунте, а второй гусеницей наехать на эти текстуры, которые я перечислил, танк начинает разворачивать. Ну а если наехать двумя гусеницами, то он просто начинает скользить и сам ехать вперед. Я уверен, все понимают, про что я сейчас говорю. Ну, тут такой момент, что на определенных картах, как известно, да, может оставаться что-то, что, какие-то мелкие нюансы, да, которые требуют допилов, доработок. Как вы знаете, мы сейчас активно работаем с локациями. Если кто-то следит за изменениями, доработками карт, активно публикуются на форуме, например, там, сливы супертестов и так далее, многие такие моменты, да, то есть, которые как бы вроде геймплейна, там, все должно происходить нормально, что-то нет, то, ну, где-то какие-то мелкие нюансы остаются, я думаю, что это все поправим. Будем надеяться, что эти мелкие нюансы поправят как можно скорее. Ну и последний вопрос. Будут ли дальше популярные моды интегрироваться в клиент игры? Я на этот вопрос отвечу так. Очень интересный опыт в данном случае мира кораблей с реализацией модстейшн, да, если кто-то помнит. Ну это так, условно, да, то есть, мы хотели бы продолжить, собственно говоря, прекрасную практику реализации популярных модов в клиенте игры, но мы не, ну это не делается с такой какой-то космической скоростью, там, и слишком большим усилением это делает, ну, мы оставляем игрокам возможность все-таки какой-то собственной кастомизации клиента, то есть, свободы кастомизации. Да, практика добавления популярных модификаций продолжится в будущем. Для многих любителей модов эта информация будет радостной. Ну и на этом первый выпуск, пожалуй, закончим. Алексею огромный респект за ответы, а вы, если имеете какие-то вопросы, прямо сейчас задавайте и в комментариях. Авторы самых интересных вопросов получат по тысяче игрового золота. Ну и, конечно же, если в дальнейшем хотите видеть продолжение данной рубрики, на лайки не скупитесь. На этом все, на связи был Оскар, не болейте, братишки.